В рамках Дней национальных культур принято устраивать праздники и гуляния. Но ивановским дагестанцам сегодня не до веселья. Они собрались за круглым столом, чтобы обсудить серьезные вещи. Проблемы, обострившиеся в последнее время на всероссийском уровне. Сегодня это первая попытка выразить свое мнение, свое отношение, свое ощущение к тем глобальным вопросам междунациональных отношений, которые происходят в стране и в области. Общество в этом вопросе очень для нас, по нашему мнению, очень раненое. И как-то оздоровлять надо климат вокруг этих вопросов, которые так или иначе возникают. Понаехали слово, которое слышат представители других национальных культур в любой конфликтной ситуации. Общественное отношение к представителям диаспор пора в корни менять. К сожалению, никто из приглашенных представителей ивановской власти круглый стол так и не посетил. Но и без них встреча удалась. Были выдвинуты разумные предложения, как не допустить в Иванове накала национальной атмосферы. Может быть, кто-нибудь из нашей общественной организации войдет в совет по безопасности, есть советы правоохранительных органов. Как только фальшивые деньги, как только что звонят. Почему нашего представителя нет при главе управления внутренних дел, допустим. Чтобы там же решать, делегировать отношения, чтобы он доносил до нас. Не по телефону, не через СИЗО, не через тюрьму, не через откуда-то, а прямо. Один студент дагестанец там чего-то сделал плохого, разбил окно, грубо говоря. Это надо обязательно по всем каналам пропустить, по всем газетам прописать и преподнести. Естественно, такая информация доходит до людей, и все завтра, когда ты говоришь, опрос проводят, все говорят, понаехали. Никогда никто не осветил нашу молодежь, которая прогрессивно участвует в спортивных мероприятиях, которая прогрессивно участвует в всяких этих искусствах. Никто никогда не осветил те достойных ребят, достойных девчонок, которые учатся на отлично. Для многих собравшихся Иваново действительно стало второй родиной. Здесь родились и выросли их дети. И несмотря на сложившиеся у многих стереотипы, это интеллигентные, образованные люди. В Иванове, уверена, не должна повториться ситуация, сложившаяся в Волгограде или Московском Бирюлево. По крайней мере, представители национальных диаспор всеми силами постараются этого не допустить. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.